Соня и Александр, и мы говорим с ребятами о новом сезоне, но не можем обойти прошлый, потому что он досрочно у вас завершился из-за травмы Соня. Соня, вот расскажи, как ты останавливаешься, как ты вообще пережила это? Да, мы в конце сезона... Ой, в конце сезона... Практически в середине, да, практически в середине. В конце декабря начали уже готовиться к первенству России, но на тренировке я неудачно упала и сломала ногу. Из-за этого мы пропустили, собственно, первенство России, и я три недели проходила в гипсе, потом две-три недели я восстанавливалась на физиопроцедурах, на массажах, на ЛФК в нашем центре спортивной медицины ФМБА. И потом, как раз к началу февраля, я, наверное, вышла на лёд, как раз когда уже первенство началось. И, наверное, восстановление на льду проходило дольше всего по времени. Это заняло месяц точно, потому что ощущения в ботинке и в коньке оказались абсолютно разные. Но как бы мы это прошли, преодолели, поэтому сейчас уже всё хорошо. Саш, как ты-то? Ты же всё время, наверное, один катался, тренировался, да? За все вот эти, сколько, примерно 5-6 недель, пока Соня была в гипсе и восстанавливалась, катался один. При этом мы всё равно не теряли надежду, что вдруг чудесным образом мы сможем попасть на первенство. Поэтому пока вот окончательный результат того, что Соня всё-таки не смогла выйти к нужному времени. Я катал всё так же старые программы, пытался отрабатывать, но когда уже поняли, что значит всё, перешёл на блюз, стал потихоньку катать его. А как Соня вышла, тоже каталась она, ну сколько, минут по 20, да, наверное, первые пару тренировок, по 30. Да, постепенно, чуть-чуть совсем. Соня выходила, я как-то её под ручку, мы вместе пытались раскатываться. Вот так вот примерно месяц прошёл, ну и вроде вот сейчас без каких-то критических последствий. Ну это было такое достаточно тяжёлое для нас испытание, и физически, и морально, потому что сезон был без международных соревнований, и как бы готовились к первенству, как к основному. И вот такая вот неприятность произошла. Соня-то поддерживал? Очень. Как я могу? Вот расскажи мне поддерживать. Саша поддерживал, и весь наш тренерский состав меня очень поддерживал. Поэтому, наверное, всё прошло очень удачно, в том плане, что нога срослась хорошо, и как бы, как говорили врачи, я восстановилась очень быстро. Ну то есть прогнозировали гораздо больше по времени в гипсе ходить, и всё остальное. Поэтому всё достаточно быстро случилось. Ну здорово. Как начали этот сезон? С чего началась подготовка? Где готовились к этому сезону? Можете рассказать? Ну как, Соня обычно раскаталась, мы поняли вот примерно как раз через месяц, что всё уже может потихоньку вливаться. Начали потихоньку просто блюз катать, потом уже где-то в середине апреля, нет, под конец апрель-май, начали ставить программы, поставили. Дальше в июне у нас был отдых. Ну ты сходил в армию. Сходил в армию, да. Я сдала экзамены. Да, кстати, поздравляю, 100-бальница, молодец. Русский язык это, конечно, очень-очень. Очень большое. А затем мы сбор у нас проходили на катке «Янтарь», который в Саргино находится там сколько, ну месяца полтора, по-моему. Полтора месяца где-то, да. Готовились как раз с прокатом, и вот мы здесь. Расскажите о своих новых программах, потому что ритм-танец, уличные танцы, да, и произвольные у вас новые. Подритмичный танец музыку к первой части у нас нашёл Саша. Очень гордимся. Интересно вот этот вот сезон новый и по требованиям ИСУ, то, что такого давно не было, ну, наверное, никогда даже не было, что в танцы на льду внедряются какие-то элементы уличных танцев. То есть это какие-то вот эти вот брейк-дансовские фишки, там на руке постоять, ноги задрать, всё вот это, прыжки какие-то интересные. Постарались впихнуть это в нашу программу. У нас, правда, не с тем там брейк-данс, хип-хоп, у нас больше локинг, то есть он на руках построен. Да, с элементами. Да, опять же, с элементами, да. Ну, нравится, я так понимаю, программа, да. Да, нравится ритмичный танец, мне кажется, мы попали прямо вот в точку, что это прямо наша программа. А произвольно достаточно долго искали, в итоге нашли тренеры наши, и программа получилась совсем другая, ну, то есть максимально отличается от всего, что мы катали. Да, очень красивая музыка, чувственная, при этом там идёт такой накал, ну, то есть если говорить про историю, то у нас там идёт такой очень семейный конфликт, такой хороший прям. Вот, ну, в общем, постараемся, вот у нас завтра произвольное, постараемся всё отыграть, показать, потому что обе программы нам очень нравятся, и обе программы, они прямо вот наши. Поэтому очень здорово всё. Ну, я думаю, что к стартам всё это уже будет накатанное. И будет звенеть. Поэтому думаю, что зрители, ваши поклонники и вообще болельщики насладятся этими программами. Саш, ну не могу тебя не спросить. Я знаю, что в прошлом году мы делали с тобой интервью, и ты сказал, что поступил бы очень крутой в буз юридический. Как у тебя удается совмещать учёбу и, так сказать, тренировки? Всё-таки это юниорская сборная страны, это высший уровень, скажем так. Ну да. На самом деле, прекрасно удается всё совмещать, потому что я поступил на вечернее обучение, очень заочное. То есть у меня буквально в день две пары всего, с 6.40 до полдесятого вечера. И то они не каждый день. То есть, может быть, два раза в неделю, три раза в неделю. Но и как бы срок обучения у меня на полгода больше, чем у обычных студентов. Поэтому абсолютно спокойно с утра днём тренировки, и буквально ещё 3-4 часа после этого есть отдохнуть, там домой съездить и так далее. Потом еду в университет. Но из армии, опять же, мне пришлось взять академический отпуск, не закрыв первый курс. Поэтому, получается, вот в мае 22-го года... 21-го... А, 22-го. Да, ты пойдёшь, как бы продался. Вернусь, третий триместр закрою, и будет кончен перегорск. Ну всё равно, это надо быть очень организованным таким человеком, чтобы всё это совмещать. Молодец. Спасибо. Ребят, ну завтра у нас ещё произвольная программа. Я думаю, что болельщики увидят. Правда, они в прямой записи, но видео будет выставлено, потому что здесь проблемы некоторые есть с интернетом. Вот. Чтобы это не было сюрпризом. Я желаю вам самое главное здоровья, веры в себя, уверенности вообще на льду, и чтобы у вас всё-всё в этом сезоне, всё, что вы запланировали, всё у вас получилось. Спасибо. Вы большие молодцы. Спасибо.